Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю знакомиться с релизом Old World. Во второй серии, кстати, если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому ролику. Так вот, во второй серии я попробовал поставить русификатор. Это неофициальный русификатор, он, кстати, устанавливается в модах, то есть, если вы зайдёте во вкладку моды, выберите вот установить, начнёте тут искать вот Russian, найдёте Russian Translation. Он ещё и не к релизной версии относится, правда написано, что обновился 4 дня назад, но даже 4 дня назад там не всё было переведено. Тем не менее, во второй серии давайте посмотрим, как с русификатором будет. Это я вот сразу вижу, что видите, как минимум шрифты заменены уже, то есть, видите, обычно, я не знаю даже, что это у нас, ну это не Таймс, не Рома, наверное, как-нибудь Вердана, не знаю. То есть, не шрифты из игры, для примера, уже как-то немножко теряется атмосфера. Сейчас продолжим за Грецию смотреть, ну и напоминаю, что спонсоры канала, по идее, все серии должны уже видеть сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Ну вот уже на главном меню, на загрузочном экране уже какие-то подсказки не переведены, предположим. Но тем не менее, если кому-то вообще сложно, сложно играть, то я вот в этой серии покажу, как работает русификатор. К сожалению, оказывается, если начать игру без мода, а в данном случае русский язык выступает модом, то сейв уже с этим модом не загрузить. Так что, не покажу я вам русификацию сейчас. К сожалению, придется дальше продолжать на английском. Но еще раз повторю, она не полная точно. Ну, вы можете попробовать в любом случае. Она вот в официальном каталоге модов Old World. Но официально, еще раз, еще раз повторяю, официально игра не русифицирована еще. На этом, пожалуй, свою рожу выключу. Поиск знаний. Слухи о наших знаниях, о гадании распространились далеко. Эмиссар, представляющий римского короля Рема Нового, король Рем, да, прибывает ко двору и смиренно просит нас поделиться с Ремом тем, что мы знаем. Ну, короче, он просит у нас теху, чтобы мы отдали. Значит, либо мы даем эту теху, и он нам будет должен отдолжение, либо сохраним. Нет, давайте сохраним в секрете. Зачем нам делиться секретами своими? Это не так мудро, делиться своими секретами государства. Я тоже согласен с этим. Подумал я над нашей ситуацией. Во-первых, у нас наследник Александр, да? То есть, тотально чувак на войну заточенный. Во-первых, он герой. Это означает, что он как лидер будет 50 военных очков получать за каждого убитого юнита, и все рукопашные юниты имеют плюс 10% к атаке. Как генерал он будет лечиться на нейтральной территории. По-моему, тоже круто. И как лидер, что вот это может запускать атаку. Снижает кулдаун соседним юнитам и дает плюс. Один приказ всем соседним юнитам. Офигеть. То есть, я думаю, что нам надо как можно больше сейчас юнитов пока строить. Причем, кстати, вот я прачника. Ну, два прачника надо построить, а потом надо рукопашных строить. И планировать, наверное, ну, с Данами я бы дружил. Тем более, что у нас жена Данка и наследники уже следующие. У них тоже течет Данская кровь. Видно, 50% Дэнниж. Я не знаю, как. Все хочу сказать Датская, но это Даны. Это, конечно, к Дане никакого отношения не имеют вообще. Хотя, жена тоже тактик. Она тоже может быть использована как генерал. Будет семейный подряд такой. Поэтому, я думаю, мы будем планировать уничтожение фракийцев. И для этого надо и с Данами быть в хороших отношениях, и, пожалуй, с Римом тоже. Ну, с Данами вообще 136. Рим минус 43. Терпимо. Нам, тем не менее, надо будет третий город тут поставить. Как раз чемпионов. И тут надо будет потом чемпионов поставить, я думаю. Наверное, еще я не перевел вам способности семей. Значит, вот, смотрите, селевкиды. В каждом городе этой семьи, этой семьи именно, плюс два цивика заход, плюс две культуры заход за каждого специалиста. Специалисты это те, которые сидят вот в этих вот... Вот здесь, когда мы их построим. То есть, обрабатывают какой-то ресурс или в зданиях будут сидеть. Это дальше. Потом, здесь могут ускорять проекты за деньги. Опять же, в этих городах проекты это вот то, что вот здесь. Вот этот проект любой я могу ускорять за деньги. Опять же, в городе селевкидов. Ну и дальше уже дает министра при дворе, при основании города. Это мы уже сделали. Алкмеониды. В каждом городе этой семьи плюс два цивика вход, плюс одна наука вход. На 20% быстрее строятся специалисты городские. Ну и все. В общем-то, остальное уже при основании города. Так. Что у нас здесь? Продолжаем исследовать территорию. Иду вон к той руинке. Семь приказов. Вообще надо... Давайте здесь начнем лагерь строить. Это ведет... Потом я тут вот сделаю лесопилки. Этот продолжает бомбить варваров. Так. И у нас пять приказов и два скаута. Какое у нас еще имеется событие, произошедшее? Называется недовольный дуэт. Мы заметили регулярное присутствие королевы-консорта Олимпиады в суде. Ну или Олимпии. Часто рядом с... А, не в суде. Блин, что это корт? Ну, потому что корт это суд тоже по-английски. При дворе. Рядом с молодым наследником принцем Александром. Двое шепчутся наедине, обмениваясь взглядами недовольства и раздражения всякий раз, как вы решаете заговорить. Было бы разумно обратиться к этой несчастной паре, прежде чем они решат действовать против нас. Если только вы не верите, что Олимпиада Александр не представляет угрозы. На самом деле, да, не представляет угрозу. Вот можно навести, посмотреть, что Александр к нам минус 14. Расстроен. А Олимпиада вообще минус 120. Поэтому надо бы договориться. Ну, скорее даже с женой, потому что тут всего минус 14. Хотя, не знаю, ведет ли это... Не знаю, какие тут условия, потому что он может заговор устроить. Ну, опять же, то есть он убивает Филиппа, он становится лидером. Но, мне кажется, стоит немножко подольше за Филиппа поиграть. Тем более, что тогда амбиция... У меня придется... У меня будет 20 ходов только, чтобы эту амбицию выполнить. У меня пока вообще камень не добывается. Так что... За 30 цивиков давайте, наверное, с Олимпи. Видите, становится союзником короля Филиппа. Да, плюс 0. Отлично. Я думаю, это стоило того, чтобы потратить цивики. Так, наверное, все-таки хочу в руинку сходить. Заодно там какие-то ресурсы еще открыли. Нашли какую-то разрезную... Резная стена. Вот так лучше перейдем. Наши войска обнаруживают высокую стену с изображениями и резьбой, принадлежащим древней цивилизации с безупречной записью их законов. Наши генералы хотят сохранить такие находки. Что вы посоветуете? Либо мы переносим эту стену в Кротон, ближайший город. И получаем плюс 40 культуры почему-то в Пелле. И король становится стетфой. Ну, это трейд против варваров. Так он сильный. Либо... Либо мы получаем аристократию. Тут теху откроем. Давайте, наверное, теху откроем. Ну-ка. Есть аристократия. Можем теперь посла назначать, кстати. Это хорошая штука. Ну, а это два закона, но мы не можем понимать, что цивиков не хватает. У нас, правда, и на посла цивика соточка стоит. Так, следующим ходом назначил. У нас вообще есть? Да, у нас есть один. Правда, будет минус... Блин, он из-за того, что он... Из-за того, что он недисциплинирован, у нас будет минус два роста в городах. А надо ли нам это? 8 ходов рост. 4 хода. Блин, ну ладно, я следующим ходом, наверное, подумаю. Блин, там еще варвары. Надо валить пока, чтобы не убили меня. Давайте, наверное, ближе к границам пойдем уже. Чтобы вылечить его. Так, и еще два хода для этого скаута есть. Давайте, наверное, железо тогда сюда соберем. Блин, все-таки тут стоит. Держит. Держит место. Держит место. Плохо. Хотя, я тут, наверное, имею штраф при атаке через реку. Да, нет. Во-первых, видите, написано минус 5% расстроенная семья. Вот селевкиды минус 23. Человек тут последняя расстроила. Проигнорирован при дворе. Вот это минус 30 надо бы, чтобы ушло. Вот из-за того, что семья расстроена, ведь их юниты минус 5 имеют. Так, но мы можем, собственно... А вот появилась еще одна. Беллистич. Беллистич. Тут хотя бы минус 1. Давайте, наверное, ее назначим в послы. Благодаря послам мы можем... Благодаря тому, что у нас есть посол, мы теперь сможем контактировать с другими... И цивилизациями, и мелкими этими. Кстати... Альянса пока не открыт. Альянс просто не открыт пока. А, или требуется, чтобы он дипломатом еще был. По-моему, еще теху надо открыть на Альянс. Да, и видите, еще одна из вариантов победы, это набрать 84 очка. Просто по развитию, за 200 ходов. Так. Мне было интересно, насколько сильно... Ну, вообще, тут никак не повлияло, потому что было 4 хода, прошлым ходом стало 3. А в этом тоже, в принципе, было 8, осталось 7. Так что минус 1 к росту. Терпимо. Пока. Так. Наша поддержка, королева-консорт Олимпиада. Пришла к нам с важной информацией. Ее агенты в Риме обнаружили тайник с незаконченными картами, на которых показаны самые дальние границы страны. Она принесла эти карты ко двору. Но... Нет, вообще, она может предоставить их, но сначала шпиона из Рима вывести. Так. Ну, 3 у нас варианта. Либо мы заплатим камень и железо, чтобы открыть терри... Ну, то есть, поможем... Либо попросить фракийцев предоставить проход, либо... Отправить официальный эскорт. Нет, давайте мы на все-таки, наверное, заплатим. В принципе, у нас и камня много, а железо и даже добавляется. Откроем территорию Рима. Ух ты! Ну, это, видите, вот высокий уровень сложности. Уже как расселен Рим, да? Просто у него сразу... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь городов. Сразу семь городов. Еще он вот эту занял. Ну, к пятнадцатому ходу это просто невозможно, да? Теоретически. Поэтому и... Понятно, что мы на высоком уровне сложности играем. Ладно. Да, слушайте, через реку минус пятьдесят. Поэтому я бы лучше сюда перешел, потратил... Потратил ход, чтобы сразу его уничтожить. Не надо было прошлым ходом атаковать. Ну и благодаря тому, что мы убили юнита... Это обычно вот происходит. Если у вас генерал, вы убиваете юнит или захватываете лагерь, то вы можете... У вас могут вот произойти вот такие события. Значит, либо мы получаем экстра опыт в войну за сто монет, либо проводим триумф в столице. Это позволяет плюс... Ну, вообще у нас очков и так военных, по-моему, дофига. Поэтому давайте опыт лучше. Денег у нас вроде нормально капает, так что... Воспользуемся возможностью и немножко прокачаем. Так, ну, тут я думаю, что пора таки добычу камня делать. Какие у нас тут еще варианты? По приказам хочу вернуться, вылечить скаута. Так, этот скаут железо может собрать. Ну, наверное, следующим ходом лучше похожу рабочим. Видите, как важно все-таки контролировать приказы и насколько приказы важны, в принципе. Интересно, кто-нибудь в соседях там у Рима есть? Так, Рим теперь у него мир с фракийцами. Ваш сын Александр становится жестким человеком. Не может сдерживать свою злость периодически. И принц Александр теряет немного шарма и спокойствия. Еще и минус к харизме. Господи, а что происходит? Что он такой, таким конченым становится? Ну, только храбрость есть. А харизма и дисциплина, конечно, никакая. Так, теперь вот соберем здесь железо. Ну, я просто надеюсь на союз с данными тут. И с этой стороны. То есть, я же не смогу и армию и тут, и там держать против Рима. Так, здесь полечимся. Лечимся. Здесь начнем. Почему у гор надо? Потому что вот вы можете навести и посмотреть. Каменоломня сама по себе дает 5, просто 5 камня, где бы вы ее не построили. Но соседство с горами плюс 40%. Соседство с вулканом плюс 40%. Плюс 20, если есть рядом святилище Гадаса. И плюс 60, если есть рядом мельница. Ну, мельница в данном случае мы еще не открыли. Зато у нас вот есть горы. И сверху, сверху как раз написано, что это каменоломня будет давать 9. Потому что 5 просто изначально и плюс 40 от каждой горы рядом. То есть, плюс 80%. Ну, и либо вот еще на территории города сразу нам подсказывают, где в других местах. Это постройка каменоломни, как в других местах она будет работать. Можете посмотреть в других городах. Так что это пока лучшее место. Ставим. Тут я, возможно, как раз святилище Гадаса поставлю в будущем. Так. Занимаемся... Посмотрите, кстати, через реку. Сюда, значит, сюда надо идти. Отсюда атаковать. Тут у нее защита 50%. Нет, 20... 25%... 20% от того, что она в лагере находится. Атакуем. А, блин. Почему у меня... Или у меня ходы закончились? Подождите. Нет. Почему у меня сейчас... Энциклопедия открылась по этому поводу. Так, соберем... А, собрал я уже железо тут. Не знаю, стоит ли мне исследовать или... Ну, блин. Тут 10 камня всего будет. И еда. Что камень, что еда, мне кажется... Мне достаточно, что я лучше бы исследованием занялся. О, Филипп... Исследователь теперь я. И можно назвать реку, но не буду... Не буду переименовывать. О, тут серебро есть. 26 денег. Давайте встанем. Деньги никогда не помешают. Все. Закончились приказы. О, блин, еще варвары. О, смотрите. Рим воюет с данными. Фак. А можно как-то... Подождите. Как бы их узнать? Ну вот, сила данных одинаково с нами. Фракийцы сильнее. А Рим намного сильнее. Блин, я бы очень не хотел, чтобы он данных, конечно... Захватывал. И чтобы тут все римским было. Это будет... Так, можно вообще... Давайте я сначала, наверное, уровень дам. Против рукопашных. Против стреляющих. При битве в районах. И... Плюс 10% к атаке. Подожди. Инфантрии, это не рукопашные. Это имеется в виду... Пехота. Ну, то есть... Ну, вообще, да. Ну, то есть... Против, например, я так понимаю, лучников. И... Мечников. И копейщиков. Но не против тех, кто на конях будет. Я, наверное, все-таки лучше как раз... Это возьму против пехоты. Так. Дальше сделали пращника. Давайте в эту сторону. Пойдем. И сразу уровень сначала. Потом я генерала добавлю. Блин, атака плюс 36% будет. Вообще, зашибись. Так. Сначала уровень. Просто плюс 5%. Это против генерала. Это лечение. Блин, тут все фигня. Может, мне тогда не брать пока? Или тут без шансов. Тут не будет меняться никак. Вот это, видите, тут случайные прокачки. Вот это против генерала. Но у варваров не будет никаких армий с генералами. Это позволяет быстрее лечиться, но... Хотя, может быть, взять на лечение. Потому что у пращников слабовата сила. Так они хоть быстрее лечиться будут. Давайте, наверное, возьму. Ладно. Так. В пелле начнем с Сеттлера. О, фракийцы предлагают мир. Нет, я, наверное, откажусь. Потому что в будущем тогда объявлением войны не очень хорошо. То есть у нас сейчас перемирие просто. У нас не мир, у нас перемирие. Мир у нас с данными. И вот, кстати... Нет. То есть я не могу никак им войну объявить, я так понимаю. То есть мне надо сначала разрушить мир, а потом только войну объявлять. Так, лечим этого скаута. Тут продолжаем исследовать. Да, из-за леса плохо все видно. Блин, ну... Да, ну тут хотя бы два война. Ну, по идее, эти посильнее будут. Блин, так не хочется. А, давайте тут встанем смотреть. Вот там еще юниты идут. Я надеюсь, что они тут наваляют все-таки. Риму хочется верить. Кстати, раненый рабочий на один ход дольше строит улучшение. Что мне надо все-таки... А с другой стороны, его лечение это не один ход, а даже два, скорее всего, потребует. Ладно, закончим ход пока. Минус один камень, это содержание прачника. То есть прачник сам по себе стоит камень, так еще его и содержание тоже. О! Вот и проатаковали меня. Так, полис открыли. Это возможность строить коттеджи и стены. Игра мне предлагает открывать лесопилки. Кстати, интересно. Но и пастбище тоже интересно. Потому что, во-первых, пастбище дают... Да, 0,5 приказов. А у нас есть несколько пастбищ. Вот это далековато. А, нет, нет, у нас несколько пастбищ. У нас, может быть, тут будет только если когда поставим. Да, значит, пастбище нам нафиг надо. А вот лесопилки открыть и потом продавать лес. Потому что леса у меня тут, по идее, должно быть очень много. А так, администрация. Администрация амбар откроет, например. Блин, ну вот тут, кстати, фермы построить и амбар рядом. Тоже неплохо к еде. И тут то же самое. Давайте, наверное, ссылки администрации. 4 хода, потому что 11 ходов лесопилки долговато, честно говоря. Я выберу, это будет очень долго. Давайте этого парня полечим. Блин, видите, еще и не вылечился до конца. Так, этим... Блин, там появились еще... Что ж ты делать будешь так? Отсюда, наверное, атаковать надо. Блин, я бы сначала все-таки генерала добавил. К сожалению, апгрейд, уровень и генерал, это все трата ходов. Тем не менее. Тем не менее. Так. Давайте сюда подойдем. Нам надо с этими варварами разбираться. Давайте я, наверное, сюда встану даже. И про атакую этого в первую очередь. Я этого все равно убить не могу. Блин, ну тут тяжелая ситуация. Да ладно. Завалили все-таки римляне. Надо было смотреть, кстати. Блин, ну хреново. И моих союзников валят. Ну, правда, они не совсем союзники, но... Вот это все будет заселено римом. Это очень неприятно, честно говоря. А как у меня отношение с римом? Минус 67. Да, ну короче, юниты я правильно строю. Так, очередное событие. Охотники, племенные охотники. Пока наши исследователи остаются незамеченными, племя охотников посещает руины, чтобы их ловушки... Ну, проверить их ловушки. Они занимаются своими делами, отвлекаясь на обильную добычу. Что наши... Как... Должны ли вмешаться наши... Эти скауты? Так. Убить их всех и забрать то, что в ловушках. Это 300 еды и 260 дерева. Наш король становится жестоким. Минус 10 к росту во всех городах. Либо пригласите с нами поселиться. Получаем специалиста по ловушкам. Да, давайте. Пригласим это... Вот мы получаем специалиста. В этом городе у нас появился специалист на оленях. И как видите, увеличились границы. Это как раз происходит, когда у вас появляются специалисты. Только вы делаете специалиста, вы получаете вокруг этого места увеличение территории города. Тут у вас везде будут лесопилки, потому что этот лагерь дает плюс к лесопилкам, на самом деле. Вокруг. Так, у нас еще один приказ. Наверное, этим скаутом походим. Я бы тут железо... Ой, не железо, золото бы пособирал, но там варвары. Там варвары. Так, слушайте. Как бы меня сейчас короля не убили, на самом деле, вот тут. Может придется отойти. То есть я этих варваров бью просто, чтобы их не было, а не для того, чтобы тут селиться. Я тут не... Хотя... Фуф. Господи, я думал уже все. В общем, ребята, я смог все-таки русификатор подключить. Это надо было зайти в опции, когда ты уже загрузил сейф, именно загрузил сейф. Зайти в опции. В настройках интерфейс открыть. И вот здесь выбрать этот русский язык. Опять же, переведено не все. Как видите, вот имена не переведены. Я сейчас свою рожу уберу. Все имена не переведены. Название... Название... А, нет, кстати, название племен переведено. Данные фракийцы есть все-таки. Вот какая-то миссия дипломатическая. Видите? Частично переведено, частично нет. Ну, дипломатическая миссия, это из Рима прибыла дипломатическая миссия. Они хотят... Они говорят, что между нами и Римом есть некоторые проблемные вопросы, но королевский визит может их сгладить. И это благодаря тому, что вот у нас есть олигарх Фиано, и она придворный министр. Ну, он при дворе находится, точнее, где-то у нас вот... Ну, вот корот мемберс, видите, не переведено. Придворный, придворный. Что на придворный? В общем, пригласить царя Рима на 40 мнения, на 20 лет плюс 40 мнения. Никогда не приглашаем наших врагов, но я бы пригласил, честно говоря. И если бы, кстати, царь Филипп был дипломатом, можно было бы вот еще... Типа, можем многое обсудить с Римом, получили бы храбрость, но это вот невозможно. Так что, давайте приглашать. Я не могу сейчас с Римом явно воевать. Так, здесь у нас выжил парень. Ремонтируем. Ну и плюс там, кстати... А, слушайте, не ходят юниты. Блин, то есть с русской локализацией, очевидно... Че-то... Че-то какие-то проблемы. Просто невозможно походить. И тут тоже не ходят. Не, все равно с русской... Ну, потому что она, во-первых, не под релизную версию. Все равно есть проблемы, как видите. О, господи. Да, вот я только переключил на английский язык, перестали ходить юниты. Не стреляет нифига, ничего не делает. В городах хоть могу что-нибудь выбирать? Не-а. Просто не кликается ни правой кнопкой мыши, ни левой. Да. Ну, придется возвращать английский все-таки. Не знаю, из-за чего такой баг. Вернул английский язык и все, начало... Ходить. Да. Жаль. Все-таки. Ну, пока... То есть, надо посмотреть, может, когда мод обновится. Тогда можно будет... Спокойно использовать. Так, кто у нас тут еще ходит? Два рабочих. Да, тут давайте буду делать... Каменоломню. А вот тут я, скорее всего, тогда потом поставлю... Светилище. Только надо будет тут специалистов каменоломни опять же организовать. Знаете, я подумал, что, возможно, стоило мне... Все-таки первый город чемпионов ставить. И там клепать юнитов. Потому что в этих городах юниты... Военные, очевидно, медленнее клепаются, чем было бы вот в городе чемпионов. Так, что со скаутами? Я бы, наверное, собрал железо. Вот этим точно. Так, этим рабочим что я хочу сделать? Мне Адеон предлагают. Какие у нас вообще сейчас возможные... Так, можно... Ну, Адеон, или амфитеатр, может его лучше называть, Он... Хотя, может, там, по-моему, амфитеатр следующее здание. Он дает соседство как раз вот этим коттеджам. Поэтому... Надо размышлять над тем, где ставить коттеджи, прежде чем ставить... Может, мне вот куда-нибудь сюда Адеон? Или сюда? А коттеджи тогда вокруг. Причем, коттедж, кстати, он и территорию. Или нет? Вот раньше было, что постройка коттеджа добавляет клетки вокруг него. Плюс 10 монет, если в торговой сети. Ну, имеется в виду... В торговой сети между вашими городами. То есть, в городе, которые не соединены, как бы коттедж просто ничего не дает. Ну, я бы, наверное, начал с Адеона. Я не знаю, почему мне вот там предлагают его в первую очередь ставить. Мне кажется, лучше здесь, чтобы вокруг было больше коттеджей можно было поставить. Я, наверное, вот сюда все-таки пойду. На этом у нас приказы заканчиваются. Блин, тут варвары, конечно. Так, а как там римляне данов мочат? Почему они меня бьют? Отвратительные варварцы. Так, ну, видимо, надо тоже скаутом все-таки на лечение. Пока не буду его лечить, постою. Так, у нас появился еще один пращник. Так, тут убиваем. Тут я начну Одеон строить. Будь здорово. Так. У нас пять приказов. Ужин со врагом. Делегация из Египта. Ну, напомним, у нас были проблемы с римлянами. Они, типа, отравили наших посланников. Делегация из Рима прибыла, чтобы помочь урегулировать незначительный спор, который назревает между нашими двумя странами. За ужином один из гостей размышляет о том, кто может победить богов войны, что приводит к оживленным дебатам. Они выдвигают лучшего кандидата, генерала Тиберия. Так, ну, я думаю, что у нас Александр покруче. Благодаря храбрости. Так что выдвигаем Александра. А, подождите. Тут есть проблемка, потому что это не будет какой-то спор. То есть, тут либо мы ухудшим отношения с Римом, а Александр... Нет, подождите. Если мы ухудшим отношения с Римом, то Александр будет симпатизировать королю Филиппу. Плюс 80. Слушайте, а как у нас на данный момент? Просто плюс 0. Пока плюс 0. Но если мы согласимся... Хорошо, а с Римом у нас какие отношения? С Римом минус 30. Будет минус 40. Ну... Видите, он... Если мы так сделаем, то Александр не может быть генералом. Естественно, нам надо, чтобы он был генералом, поэтому... Ухудшим отношения с Египтом. Так, еще одно событие. Сезонный фестиваль. Видные местные лидеры Пеллы хотят провести сезонный фестиваль национальных ценностей. Какова должна быть тема фестиваля? Это, кстати, произошло, видите, в скобках, из-за того, что в Пелле повысился культурный уровень. Значит, вот это событие, оно как бы положительное со всех сторон. Либо с помощью государства все возможно, либо наука и ученые будущее. Знание и наука будущее. Ну, то есть, либо мы 30 очков науки получаем, либо 120 цивиков. Ну, мне как бы цивики больше нравятся. В данном случае мы можем какой-нибудь закон провести. Так что, пожалуй, цивики возьму. Так, кто у нас может ходить? Этот здесь, этот там. Так, в Кротоне у нас на специалистов, кстати. Но это опять урбан. Урбан специалисты. Нам надо будет здесь на камне сделать... Что, а инквари что дают? Плюс 40. Давайте мы, наверное, тут инквари проведем. Кстати, инквари это как расследование, исследование скорее можно перевести. Оно дает 40 науке одномоментно и плюс одну культуру вход. Вот, я бы, наверное, это сделал. То есть, юниты надо строить. Но я, пожалуй, вот когда этот город здесь поставлю, тогда и будем юниты строить. Так, теперь... Давайте введем этот юнит сюда. И добавляем сначала генерала. Добавляем. У нас еще вот принцесса консоль. Они тут вдвоем будут. Кстати, минус атака. А что у него за способность? Почему у него минус? Подождите, у него же нормальный способ. А почему у него минус... Минус 5% к атаке и минус 2% к защите. У нас же вроде положительные здесь характеристики. Что-то не пойму я. Ну, 6% к риту это потому, что у него 2 мудрости. Вообще, плюс 3%... Тут написано плюс 3% к защите от харизмы. И плюс 10 экспы каждый ход за счет... И он еще и тактика на иммунно-критическому урону. Странно. Ну ладно, я ее все равно присоединю. Пока невозможно опыт дать. И один ход. Ну давайте, наверное, этого полечим тогда. Давайте пока так действовать. Нам надо зачищать этих варваров, чтобы города ставить. И чтобы это не сделал, кстати, Рим. Так, пожалуй, сюда вернемся полечимся. А здесь мы... Уровень сразу дадим. Давайте... Наверное, все-таки на... Ну, кстати, дистанция тоже прикольная для... Давайте, наверное, на дистанцию возьму для стреляющего юнита. Это прикольная прокачка. Так, здесь опять ремонтируем нашего мечника. Там рабочие делают. Тут рабочие делают. Значит, два скаута осталось и шесть приказов. Этого долечим. Собирать. Тут конец карты, в общем. Отлично. Все приказы использованы. Так, с селивкидами минус пять. С данными вообще хорошее отношение. С фракийцами плюс два. Вот с Римом минус. И он намного сильнее меня и развитее. Ну, опять же, напоминаю, высокий уровень сложности. Я вообще не рекомендую вам на нем играть. Все-таки, возможно, и мне не стоило, но... Я вроде с игрой знаком, да и поинтереснее будет. Ну, тот факт, что просто у Рима семь городов на какой-то на тринадцатый ход, это просто нереально. Так, герцогиня Мирта. Сейчас достаточно взрослые, чтобы обучаться, ну, чтобы обучаться, скажем так. Так, администрацию открыли. Это для возможности строить амбары. И можно принимать законы профессиональная армия, например, да? Игра предлагает навигацию, но у нас как бы вообще нету... Кстати, бесплатный седлер... Вот, к вопросу о... И это, между прочим, опять же, по-моему, благодаря... Давайте глянем, благодаря какой техе у нас бесплатный седлер может выпадать. Нет, не администрация. Видимо, сам... А, вот, полис, потому что полисы открыли. Вот, бесплатный. Поэтому бонусная карта бесплатный поселенец может. Давайте его открывать. За три хода еще один поселенец. Я считаю это важно. У нас будет несколько еще. То есть, мы, скорее всего, тут поставим и тут поставим. Так. Этим лечимся. Я хочу уже максимально вылечить, чтобы тут точно зачистить. А тут, так как у нас два юнита, мы можем, в принципе, подходить. Так. Вот этот сможет стрелять... Только отсюда, да? Давайте подумаем пока. Тут у нас рабочий готов. Игра предлагает здесь каменоломню, но, честно говоря, не хочу. Честно говоря, не хочу. И шахту тут не хочу, потому что здесь скорее будет ветряная мельница в будущем. Я бы, пожалуй, здесь фермы сделал на реках. Можно посмотреть, что рядом с рекой плюс три будет. Вода дает плюс 20%. Также будет плюс 60% от амбара. Поэтому я бы, наверное, вот здесь делал, потом здесь, а вот тут амбар потом ставил. Что вот сюда давайте ферму. Так. И у нас пять приказов. Ну, надо юнитами ходить, конечно. Этот пускай тут стоит. Этим подойдем сюда. Так, все. Эти у нас походили, считайте. Какое событие? О, у нас есть... Ну, называется как отец, так и дочь. То есть сейчас дочь получит какую-то черту характера, которая соотносится с ее отцом. Посмотрим, какую именно. Плюс два... Ну, короче, неуживчивый, по-моему, руслес. Перевод... А? Безжалостный, безжалостный. Плюс два к храбрости и минус один к дисциплине. Так, три приказа. Ну, скаутами, видимо, этот вылечился. Мы собрали. Давайте, наверное, сюда. Сюда. И, пожалуй, соберем камень с мрамора. Блин, конечно, жалко, что там даннов мочат. Римляне. Очень неприятненько. О, сам подходит сюда. Отлично. Так, Персия начала строить пирамиды. Рим начал строить оракула. Ну и фиг с ними. Так. Стреляем. Убиваем. Отлично. Юниты прокачиваются. Так, этим возвращаемся на поля сражений. Я, по-моему, не смогу их атаковать. Поэтому я бы лучше, наверное... Или встать сюда. Пускай они меня проатакуют. Блин, они тоже вылечились? Что за фигня? Ладно, у него тут 25% против этих ребят. А, кстати, я могу... О, давайте прокачку возьмем. Так. 25% от холмов. Ну, нет, пожалуй. Плюс 10% если ранен. Неплохо. 50% через реку. То есть он смогут через реку. И 10% к криту. Давайте лучше ранеными. То есть он явно будут тут раненые, а не периодически. Скаут, скаут. События. Еще одна дочка как отец, блин. О, тут даже, блин, фу... Вот не хотелось бы фулиж, честно говоря. А, ну вот это нормально. Плюс харизма, плюс кураж. Это неплохо. А, правда, это все влияет на взаимоотношения между другими. Так, можно выбрать амбицию еще одну. Блин, ну я думаю, что Филиппу уже мало жить осталось. То есть надо такую выбирать амбицию, которую хотя бы за 20 ходов можно будет исполнить. А, принять политеизм. Либо 6 городских улучшений. Вот это тяжеловато. 6 городских улучшений, это имеется в виду там, ну, те же амфитеатры, суды. У меня еще мало открыто, мало рабочих, чтобы их построить, на самом деле. Вот я бы принял... Хорошо, подождите, а политеизм, он вместо чего? То есть тут одно из двух можно, да, принимать, понимаете? И тут политеизм, либо монотеизм. Монотеизм будет дополнительно давать приказ в год за каждый город с государственной религией, но содержание минус 2 цивика. А это будет давать... Все города могут строить безлимитно светилище. И содержание за деньги. Но дело в том, что... Ну, вообще безлимитно светилище, это тоже интересно. Ладно, давайте примем амбицию на политеизм. Так. Пять приказов и два скаута. Давайте тут соберем мрамор. И потихоньку обходим этих варваров. О, еще одна река. Сюда, наверное, встану. Тут фракийцы. И еще все. Приказов больше нет. Давайте на следующий ход. Следующий год начнем. Но Филипп нам, на самом деле, сообщат. Если он будет от естественных причин умирать, то нам сообщат, что, типа, нам остался один ход. Нам, как бы, медики говорят, что ваш конец близок. И, наверное, будет, что следующим ходом он умрет. Блин, вот это не очень приятно, что он к стакауту тут пришел. Так. Еще одна дочка может обучаться. Так. Сеттлера получили бесплатного. Дальше бесплатно. Может, во все города плюс пять клеток. Но дело в том, что всего два города. Я точно за два года третий не поставлю. Мне бы не хотелось тогда эту карточку пока тратить. Потому что, видите, написано, что как только я это сделаю, она навсегда будет выкинута из колоды. То есть я не смогу это больше принять. Поэтому, пожалуй, пойдем в лесопилки. Ну, можно еще бесплатного... А, это не бесплатно. Это просто мы открываем копейщиков. Но нет, я лучше лесопилки пока открою. Так. Тут мы явно разберемся, я думаю. Здесь. Идем. Наверное, сюда. Этим. Идем сюда. Стрельнули. Стрельнули. Ну, следующим ходом тут хана. У нас есть... Кстати, мы быстрее открыли. Надо поселом просто идти, чтобы уже следующим ходом сразу тут город поставить, да? Давайте глянем. Не, ну, три приказа надо поселенцам идти, конечно. Тут отложим пока... Остальные действия. Так. Какие у нас события происходят? Это нам предлагают закон принять. Ну, монотеизм и политеизм еще даже не открыли. Видите, нам надо монастыцизм открывать. Централизация или... Вассалитет. Это дает плюс 10 цивиков в ход и плюс 25% науки в столице. Нам надо будет тогда столицу на науку. А это дает на 50% меньше содержания юнитов. Ну, на самом деле... Вот минус 3. Минус полтора. То есть я бы сказал... Да, кстати, мы можем на самом деле менять эти законы, но если так принятие 400 стоит, то смена закона с одного на другой 600. Так, на всякий случай. Я тут сказал, нельзя менять будет. И тут 7 юнитов. Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки централизация получше будет. Все-таки пряму. Подождите, давайте подумаем, может мне еще куда-то цивики использовать. Например, посол. Торговую миссию, видите, 100 цивиков. Ну, у меня приказов нету, она еще и два приказа, но я бы, наверное, все-таки к Риму не отправлял. Не отправлял посланников. Потому что мы на грани войны, как мне кажется. А вот принять централизацию имеет смысл. Ну, это плюс 2 науки, видите? Плюс 2,3, ну и плюс 10 цивиков в ход все-таки. Было 35, станет 45. То есть все-таки побыстрее будет идти. Дальше. Обучение наследницы. Ну, это наследница не Филиппа, а уже Александра. Давайте так. Так, какие у нее вообще предрасположенности? Харизма. 3. Ну, давайте, наверное, на тактику опять, раз она у нас. Давайте в тактику продолжим. Будет династия воюющих. Так, что мы закончили? А, да, тут я закончил инквари. Можно, кстати, посмотреть, что, видите, плюс 1 культуры после окончания... А, вот почему мы так раньше сеттлера закончили, понял. Потому что вот это исследование завершилось и плюс 40 науки дали. Делаем вот здесь спеца. Чтобы увеличить территорию и туда поставить святилище, вот в это место. Пока стоим здесь и терпим скаутом. Я надеюсь, может, фракийцы что-нибудь сделают с этим юнитом или им насрать. Скаут не может атаковать сам по себе. Да ладно, город будете атаковать прям. У меня там должны вернуться, я думаю, эти... Рейд фракийцев около Кротона. Но с фракийцами у нас перемирие, так что, я думаю, переживем. Даже не знаю. Наверное, Александром все-таки буду убивать. Вдруг он получит прокачку. Нет, не получил. Так. Где нам лучше поставить город? Я бы, наверное, на месте прямой лагеря ставил. Это у нас будут чемпионы. Третья семья есть. Кстати, отношения с другими тоже улучшились, когда вы третью семью ставите. Так, как-то ресурсов маловато, правда. Видите, сразу юниты... Ну, я бы тут сразу с юнита начал, причем с воина. Видите, тут они пять ходов строятся за счет того, что семья. Да, в эти, видите, в столице шесть, в это вообще семь. Именно военные юниты. А здесь за счет того, что у нас военная семья и плюс два... Плюс два военных очка в ход. Кстати, у нас уже тысяча очков. Я, в принципе, наверное, могу их тратить на покупку приказов. Я думаю. Так, тогда вот этого мы отправим с этим варваром разбираться. Я, да, сейчас вот этим проатакуем. Хочу даже, наверное, сюда встать. Так, и убить. Дальше этим бежим сюда. Теперь этим я бы строил... Один коттедж вот здесь. Покупаем приказ. Строим коттедж. Будет одна еда, вход минус. Но это на деньги. Это на деньги. В общем-то, и на... Культуру тоже. Это соседство с... Одионом. Так. Какое-то событие. Упражнение для нашей наследницы. Миртейл работала над совершенствованием своего физического состояния, ежедневно занимаясь легкой атлетикой в спортзале. И занимаясь различными видами спорта. От бокса до метания диска. Нифига себе. Она регулярно побеждает на соревнованиях в небольших городах и вскоре жаждет больше. Она просит вас спонсировать. А, ну, хотя это уже было. Помните, такой же ивент для Александра был, когда он был наследником. Но у нас на этот раз есть, чем спонсировать. Поэтому. Либо... Так. Значит, 180 военных очков платим. В зависимости от выбора. Это на стрельбу. Это на борьбу. Это на верховую езду. То есть, ну, я бы на самом деле выбирал либо стрельбу, либо борьбу. Потому что это у нас уже 100% есть такие юниты. Да. И вот, например, она как наследница получит способность рейнджер. И генералом будет иметь плюс 25% для юнитов в лесах. Хотя, слушайте, не такая уж способность. А в пелле все новые... Ну, блин, то, что это в пелле, кстати, не очень хорошо. Потому что в пелле я не хотел делать военные юниты. Ну, все, типа, стреляющие юниты будут плюс 50 к силе. Ладно. Нет, давайте лучше мы тогда атлетическую традицию борьбу поставим. Потому что ТАВ... Это... Наоборот, получает плюс 5% к силе, если он ранен. Так что, мне кажется, вот это покруче. И в пелле надо производство выбрать. Вообще, у нас тут тоже есть два военных очка, вот на этой шахте. Игра рекомендует спеца... Так, какие у нас тут способности? Ускорять проекты с деньгами. Так, может, мне тогда проект лучше построить? Ну, для быстрая две культуры за специалиста. Всегда буду посадить специалиста. Это, видите, шахтер будет еще плюс 2 военных очка, плюс 8 железа. Потому что у нас железа и так дофига. Блин, может, реально... Ах, что Олимпиада дает? 80 военных очков, когда закончилось. Ну, 60 цивиков стоит. Имеется в виду 60 цивиков, то есть... Потому что вот тут плюс 10. Если мы начнем проект 10 делать, то вот эти 10 цивиков отсюда выйдут. То есть здесь будет плюс 33, а не плюс 43. Соответственно, 6 ходов, 60 цивиков, да? Один ход, 7 цивиков и деньги. Ну, тоже, как бы, мне это сейчас не сильно надо. Сокровищница. Ну, у меня деньги будут от этого идти. Блин, не знаю. Может, реально тогда... Шахтера сделать, а потом еще воинов? Потому что это быстрее, тогда войны будут строиться. Мне кажется, так и надо поступить. Так. И ноль приказов осталось. Тут у нас... Ну, надо покупать. Мне надо посилы везти туда, мне кажется. Чтоб сразу там город позовет. К сожалению, занято Римом. Давайте покупать. У меня много этих военных очков. Я думаю, еще один можно купить. Блин, а как-то этот город связан, интересно. За счет моря? За счет моря, получается. То есть, этот город связан со столицей за счет моря. Ну. Да можно еще купить, я думаю. Пускай скаут все... Ну, не скаут, поселенец все ходы использует. Так. И у нас... Вот этим рабочим я не знаю, на самом деле, что сейчас делать. То есть, я хочу... Светилище... Гадеса только вот здесь поставить. А для этого мне надо, чтобы тут спец появился. Так что, пожалуй... Пожалуй, закончим ход. Так. Так, это... Соперники ходят. Мне не показывает. Еще варвары. Да, не понимаю, что фракийцы с ними вообще никаких этих... Не производят действий. Видите, атака, кстати, плюс 10 к несчастью дает еще. Карфаген начал строить висячие сады. Олигарх Дердес умер. И теперь новый глава алкоминидов. Олигарх Леонид Судья. И у него... Он, кстати, ко мне относится плохо. Ведь из-за этого минус один. Давайте я, наверное... А, нет, давайте я через... Не с холма. Зачем с холма? Я как раз через реку ему будет тяжело меня атаковать. Нас отсюда и проатакуем. Да вы прикалываетесь! Господи, что они так спамятся-то? Это невозможно. Надо этого убивать и туда идти, получается. Этим, наверное, юнитам нету смысла тут стоять. Так, давайте сразу сюда переплывать. Тут надо помогать. Очевидно. Да. Как-то тяжеловато, тяжеловато. Скауты, пожалуй, пока не хожу. Так, этим поселенцам и этим рабочим тоже не хожу. В общем, у меня 7 приказов. Надо подумать, что-то надо поделать. О, требование войны от Рима. Объявить войну данным. Ну, я, конечно, откажусь. Короче, в итоге я порчу отношения все-таки с Египтом. Воздух весны. Я бы это перевел. Сейчас весна, и нежные цветы цветут, раскрашивая землю яркой пастой. Ваша семья и члены двора собрались, чтобы отпраздновать весеннее равнодействие. Время, когда свет и тьма находятся в равновесии, а надежда пронизывает в воздух. Как мы запомним этот чудесный день и сделаем так, чтобы будущие поколения могли наслаждаться так же? Так. Какая-то из амбиций начнется, кстати. Принять тиранию, либо принять конституцию. Блин, ни то, ни другое, по-моему, у нас не открыто даже рядом. Что нам из этого важнее? Ну, вот конституция минус одно несчастье во всех городах, это прикольно. Но при этом содержание будет за военные очки идти. А тирания плюс 20 военных очков, потом во всех городах плюс 10 денег, если есть военный юнит на территории. Но трата цивиков. Знаете, мне конституция все-таки побольше нравится. У меня, я понимаю, что мы типа через войну с одной стороны идем, но мне кажется, у меня денег и так будет норм. Поэтому примем, пожалуй... Ну, это мы сейчас не принимаем конституцию, это слово амбиции. Знаете, проблема в том, что у нас аж 3 амбиции. Но мы можем, скорее всего, не сможем их принять, потому что, когда умрет король, который принимает амбиции, у нас будет отсчет в 20 ходов, чтобы выполнить их. Так, и обучение наследницы. Это младшая дочка, я так понимаю. Горгу. Ну, тактики мы увидели. Мы даже не можем принять тактику, потому что уже кого-то обучают тактики. Поэтому эту я бы, наверное, на риторику. Чтобы цивики шли. Цивики, на самом деле, реально нужная штука. Так, ну я, наверное, не буду тут к поселенцам ходить. Не знаю, этим рабочим может все-таки... Вообще, можно вот здесь, кстати, и здесь, и здесь ферму. Вообще, вот тут можно ферму, потому что, если я тут планирую амбар, то и тут ферма будет, да? И они так вот в соседстве. А тут лес... Кстати, вот тут нельзя будет лесопилку, потому что это не лес, это как бы кустарник. Да, наверное, давайте вот здесь заодно лес вырубим еще. И сделаем ферму. Видите, минус 4 приказа сейчас было, потому что... Один приказ вырубает лес, второй приказ ставит здесь... Убирает вообще возможность, чтобы он вырос. Потому что, когда вы вырубаете лес, на самом деле, у вас есть возможность, чтобы он вырос опять. Ну и, наверное, кинем-нибудь скаутом походим. А, лошадей соберем. 36 монет, чем плохо. Так, ну что, смотрим тут. Я не знаю, как-то очень больно варвары постоянно этого мечника фигачат. Несмотря на то, что там король вообще-то неплохой повышает. Блин, еще отсюда идут. Я не понимаю, почему фракийцы с варварами ничего не делают. Типа, ну, норм. Еще плюс 10, к несчастью. Ну, тут отступать, видимо, надо. Опять. Так, давайте-ка я, наверное, сюда пройду. Чтобы потом отсюда быстрее туда было идти. Блин, еще вот этот. Так, здесь у нас... Подойду сюда, вылечусь. Здесь тоже надо отходить, лечиться, к сожалению. Так. Опять событие про греческое обучение детей. Тоже с Александром было. Ну, познать себя. Что, ну, она у нас на... Опять же, на генерала учится. Поэтому давайте на храбрость, наверное. Или, может, на дисциплину. Она у нас тут есть. Минус. Давайте дисциплину. У него там минус один. Пускай штрафов не будет. Так, этот пускай туда не будет его атаковать, но... Не убьют. Или, может, они скаута будут у такого, да? Да, они вряд ли. Кстати, вот что я вам еще не показал. Мы можем в лесу... Когда в лесу скаут ставим, то видите? Значок невидимости. То есть, по идее, его не должны видеть сейчас. Ну, это только по идее, как на самом деле. Пойдем, наверное, с железа соберем. Скаут. Хотя там варвар. Нет, давай тогда полечимся. Постоим. Ну и, пожалуй, на этом я вторую серию закончу. Видите, у нас тут приключения постоянные с русификацией. Может, в процессе записи этого прохождения что-нибудь изменится. Но пока... Как есть, да? Кстати, видели? Сейчас был значок у варвара, что они лечились. А видите, король заболел. Это не значит, что мы еще умрем, но уже шанс смерти повышен. Кроме того, видите, минус 2 к здоровью получаются. Но к чему это придет уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество поискать». Для всех остальных оно появится завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.